Ответственность за теракт Шарли Эвдо взяла на себя еминская ячейка Аль-Каиды. Тираж нового номера еженедельника сегодня бьет рекорды. Какие и кто во Франции не Шарли? Подробнее обо всем София Гордиенко, наш европейский корреспондент. Что позволено Юпитеру, то есть сатириками Шарли Эвдо, то не позволено темнокожему комику-антисемиту Диадене. Еще в воскресенье в фейсбуке он написал «Я чувствую себя Шарли Кулебали». Многие тут же расценили этот пост как поддержку одного из радикалов Амеда Кулебали, который вместе с братьями Куаши убивал людей в Париже. Но одно дело пересуды публики, другое – осуждение премьер-министра. Вальс, выступая в нациоассамблее, фамилию Диадене не назвал, но все поняли, о ком идет речь. Какой позор опять видеть постыдные рецидивы ненависти. Мы должны разобраться с теми, кто сеет вражду. Премьер сказал, полиция отреагировала. Комика арестовали. И в том же фейсбуке он написал «Ну почему Шарли Эвдо можно, а мне нельзя?» Вопрос риторический. Если в журнале высмеивали идеи и идеологии, то Диадене взял и поддержал убийцу. А судя по комментариям и лайкам, он такой не один. Его встречают аплодисментами, а он не может сдержать слез. Это Люсф, автор практически всех, карикатур на пророка Мухаммеда из Шарли Эвдо. Он даже не раздумывал, кто и с какими словами должен появиться на самой свежей обложке. Я знал, что хочу нарисовать Мухаммеда с табличкой «Я Шарли». Посмотрел на него, встал плакать и написал. Все прощено. И хотя жизнь Люза, как и его коллег, до сих пор под угрозой, им не только дали приют коллеги из газеты «Либерацион». Они почти за честь иметь таких соседей. Свежий номер еженедельника вышел небывалым тиражом пять миллионов экземпляров на пяти языках. Его раскупили в первые же минуты. Добились ли верные сыны Аллаха своего, еще вопрос. Ведь пророка Мухаммеда, из-за которого все началось, теперь не в самых приятных ипостасях, изображает весь прогрессивный мир. София Гордиенко, Василий Трышковский. Подробности Европейское бюро телеканала Интер.